мы со стёпой только что опустили курьера и он нам привез заказ картерса который мы ждали 5 недель тут у меня 33 позиции по моему столько и должно быть я сейчас проверила и они все время девочки которые высылают мне кладут какую-нибудь конфетку прошлый раз положили какую-то вкусняшку уже не помню и в этот раз короче у нас тут все здесь куча одежды по несколько штук в упаковке в общем будем смотреть стёпа здесь занимая занялся роботом пылесосом ему нравится вот вместе с кузей на пару а я тут вот сейчас буду смотреть писать свое спасибо за доставку за недорогую не рассматривать что же мы тут купили но мне тут в основном все на 18 м нам сейчас 11 месяцев уже 12 пошло и на 18 всего снова взяла блин робот прямо тут ходит так что у нас в основном на весну на лето все получается что-то будет великовато ну что-то у картерс а соплятся засосал отдай засосал соплят и и отдай отдай заживал да а как вот вам пожалуйста шнурки раскидывать нельзя будем сейчас доставать обкрутилась вокруг этой штуки все стёпа пылесос грязный пойдем с ручки мыть значит короче такие новости всем доброе утро жалко здесь не очень хорошо видно хочу вам показать мы тут в поисках капсул замены на спрессовских покупали уже всякие разные принципе все не так себе мягко говоря а тут муж купил вот такие вот эгоист упаковка такая прикольная в общем 8 штук комплекте у на спрессо 10 обычно идет стоили то ли триста сорок рублей то ли триста шестьдесят он сказал то есть за такую цену можно оригинальные на спрессо 10 штук купить тут написано все там тогда да да высший сорт обжарка туда-сюда в общем я думаю ну может быть наконец-то вкусные капсулы может быть они были бы и вкусными если бы ни одно но у них очень странная система спереди видите они уже мятые даже и вот сзади у них тоже фольга идет именно из этой системы она у нас течет кофемашина течет теперь то есть и половина воды которая должна протекать через капсулу она вытекает в кофемашину видите у меня полный поддон сейчас полный поддон жидкости но кофе который должен был попасть в кружку плюс потом когда она прокалывает капсулу те кто пользуется на спрессо не знают на спрессо под давлением работает и капсулы герметичные вот не не раздается хлопка такого знаете когда вставляешь капсулу закрываешь включаешь а потом такой звук что проткнулась капсула и вот давлю под давлением начала работать кофемашина заваривать под давлением кофе тут такого нету машина пыжется как трактор короче это какой-то ужас я считаю что вообще нет смысла переплачивать за эти капсулы вот я сейчас пол кружки налила остальное у меня все вылилось просто в поддон степочка часы ему нравится ты у меня пока был что ли сейчас жопку твою подмывать пойдем но вот у мамы кофе остынет так я сейчас сварила степки вот цветную капусту морковь и тыкву сейчас залью немножко не кипяточком а мутылированная вода у меня так чтобы лучше все это перемешивалось и более такая жизнь как консистенция была в пюре я уже не измельчаю получается просто такие кусочки мне просто разминать вилкой не хочется проще в блендере чуть-чуточку измельчаю совсем чтоб немножко кусочки оставались и получается у нас такая полезная еда добавлю туда мясо еще мясо пюрированного баночек бабушкина лукошка покупаем вот примерно вот так вот оставляю и добавляю мясо и она там все мягкое он уже и прожевывает более-менее вот но к примеру сушку давать я ему еще пока не рискую мне кажется он подавится и даю мягкое такое бананчик такое все хотя уже по сути некоторые приучают давно уже к кускам к таким и что-то я у нас видимо чуть попозже там будет девочки всем огромный привет мы сейчас со степаном вышли на улицу погулять хочу показать вам его конверт кстати у меня тут что мне сестра связала с помпоном шапочку прикольную со снудом и еще рукавички вот такие же как и шапочка ну ладно давайте вам покажу сейчас в общем купили мы вот такой конверт фирма в омар или вамар не знаю как произносится подбирала под цвет коляски у нас темно-синяя коляска вот он на овечьей шерсти то есть это на трикотажной основе шерсть вот то есть это не мех но он очень очень теплый крепится вот сюда с помощью такого карманчика и резинок то есть как бы он одевается просто сверху плюс продеваются ремни безопасности пятиточечные внутри и вот здесь вот тоже можно вот эту вот часть приподнять для того чтобы когда ребенок примеру спит если он опустился спинка опущена то можно накрыть дополнительно еще вот этой вот частью вот здесь она тоже крепится степка тебе хочется уже куда-то идти на в общем растягивается и вот так накрывается для что мы стоим на месте любит он когда мы ходим на соседний костюмчик комбинезон тоненький пуховой и пинеточки даже вот одеты ему должно быть тепло что хочу сказать есть такие конверты с двумя молниями по бокам вот у меня здесь только одна молния которая вокруг вот так вот обводит в чем минус принципе минуса как такового нету но удобнее было бы когда по бокам 2 потому что к примеру я хочу ему чтобы он не посюда был закрыт у меня чуть ниже вот здесь вот я отстегнул вот эту сторону да вот опущу немножко вот это одеяльце сверху а здесь уже нет и как бы приходится вот с одним опущенным углом либо вот здесь вот я ему проветриваю только с одной стороны если к примеру жарковато как бы можно вот эту часть верхнюю вообще снять оставить только нижнюю просто будет как такая сидушка меховая покупали на 350 на сайте акушерства размеры у нас 50 ширина и длина 95 сантиметров вполне хватает вроде как написано на сайте что до двух-трех лет не знаю насколько хватит действительно потому что степка растет очень очень быстро чтобы степки не думал так спит у меня долго мы гуляем уже вечереет степки ничего не дует пошли мы домой девочки смотрите хочу снять на камеру как прикольно делали подсветку цветов окошко это будет классно смотреться когда темно окошко это будет ну а если мы ползем 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 в костюмчики от картерс косиньи и веленька Да, на кухню приползли. Мы на кухню приползли, да? Так, Степа, на полотенце лучше не держаться. Ух, аккуратненько. Смотри, сейчас упадет, а ты вместе с ним. Давай, разденем капушон у тебя. У нас дома прохладно, я его в махровый костюмчик одела. Это у него любимая тема, микроволновка. Ой, давай, вставай. Не, мы сейчас открывать не будем. Нет, Степа, сейчас если дверца откроется, то ты точно упадешь. Держись крепче тогда. Капец тут освещение, не ребенок, а монстр. Дя, кто это у меня тут такой к маме хочет? Смотрит. Не даю тебе заснуть. Скажи, мама сидит и смотрит, и смотрит, да? И смотрит, и смотрит, скажи, да? Ку-ку? Степке отдали качельку бесплатно. Она вот такая вот качель, очень легкая, ручная. Да, Степан? Степке нравится тут вот сидеть и качаться. Вот так вот. Вот так-то со стороны выглядит. Вот, Степаша, кач-кач-кач, кач-кач-кач. Кач-кач, 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 кач-кач. Нравится, да? А мы вышли погулять, а на улице падает снежок. Да. И все такие деревья красивые, и елочка, он вся в снегу. Да. Да. Снежок падает, Степан. Вон, тебе нафиг, как сыночка. Я не чувствую, смотри, падает так-то. Вот, все в снегу. Люди уже к Новому году готовятся, покрашают окна. Какие деревья снижены. Вот такое богатство к нам приехало. Много кофе. Сколько тут упаковок-то? Шесть штук? Нет? Короче, много кофе. Вот это уйдет моментально, это почти все мясо. Потом каши, биби, каши, которые мы едим. Гречневая, рисовая, овсяная, кукурузная. Вот гречневая, кукурузная, самые крутые. Ну и хайнс. Кашки хорошие. Дорогие и хорошие. Хиповская хорошая кашка. Ну, все там моментально улетает. Денег требует много, но быстро очень расходуется. Так, да, скоро новогодние праздники. Я, пока Степа спит. Сережа играет на компьютере. Делаю себе кофе. Опучинаторе. И сейчас пойду в магазин. Я, конечно, не профессионал. Наливать профессионально не умею. Но даже так получается очень вкусно. Я опять рада, Радехонько. Так. Ой, короче, надо купить к новогоднему столу продуктов, там, говядины. Сельдь под шубой хочу сделать, поэтому пару селедочек возьму. Овощей. Ну, что утащу, то и возьму. Лах, Степка, что ж ты так спешишь-то? Мама, папа. Мама. Мама, Степа, мама, скажи. Мама. Мама. Мама, сказал скрипом так. Папа. Слышал? Папа сказал. Папа? Да. Да. Второй раз в жизни делала сама сель под шубой. Вроде красивенько получилось. Правда, зелень рубил муж, поэтому крупно, чисто по-мужски. По-моему, все. Ржёт. Субтитры сделал DimaTorzok